В четверг, 5 декабря, в Доме культуры «Рассвет» состоялось расширенное заседание городской трехсторонней комиссии. Оно было посвящено 20-летию принятия договора о социальном партнерстве. В нем принимали участие представители предприятий, профсоюзы, местные администрации. Социальное партнерство – это конструктивное сотрудничество, а не выбранность какой-то одной стороны. Это реальные обязательства, выводные в процессе открытого обсуждения позиций и мнений, приемлемые для всех участников переговорного процесса. Вы понимаете, что это непросто сделать не только в масштабах страны и личной публики, но и, конечно же, в нашем городе. Все предложили свою руку к созданию системы социального партнерства Коммертал. Во время заседания прошло подписание трехстороннего соглашения между местной администрацией, профсоюзами и работодателями города. Это соглашение о социальном партнерстве будет действовать до 2016 года. Документ этот очень важный. Он регулирует социально-трудовые отношения в нашем городе. В общем-то, все коллективы практически живут по этому документу. Такое соглашение, оно называется коллективным договором. Значит, на основании вот этого соглашения принимается коллективный договор. И в каждой организации есть коллективный договор. У нас на территории городского округа, их 165, более 16,5 тысяч работающих охвачены действием коллективных договоров. Поэтому, вы сами понимаете, важность вот этого момента. Важность происходящего момента подчеркнул и заместитель председателя Федерации профсоюзов республики Марат Хусаинов. Символично, что сегодня подписано наше соглашение. Потому что только вчера в городе Уфе было подписано Уфимское территориальное трехстороннее соглашение. И буквально вы вслед за столицей республики Бишкорстан подписываете и свое соглашение. Я думаю, наверное, есть все основания полагать, что ваш город, наверное, может быть, и живет новой жизнью, тем не менее. То есть вы вслед за столицей пошли вперед, опережая многие наши города и территории, наиболее, может быть, даже мощные, значительные. Марат Хусаинов вручил награды от Федерации профсоюзов республики активистам. Также на заседании были награждены участники конкурса социального партнерства. Его победителем стал городской водоканал, также в разных номинациях. Названы лучшие – это «Гимназия номер один», «Рео номер один», «МОП Локомотив», «Общество с ограниченной ответственностью Акрополь», «Гостиница Кумертал». Екатерина Соломатина, Ильнур Аминов. Новости.